Дамы и господа, здравствуйте! Приветствуем вас из Екатеринбурга, где вот только-только стартовал третий кубок евразийских стран по прыжкам в воду. Первый прошёл два года назад в Саранске, затем соревнования в прошлом году были в Саратове, вот сейчас международные старты по прыжкам в воду принимает Екатеринбург и новый очень красивый бассейн. Итак, позади первый раунд, это финал на десятке. Олимпийский снаряд у женщины, вот вашему вниманию был прыжок от Екатерины Беляевой. Екатерина Беляева сегодня утром в квалификации с лучшим результатом прошла все свои пять прыжков, и вот теперь финал, и здесь в финале выступают восемь спортсменок. После первого раунда в лидерах представительница Санкт-Петербурга Мария Бруйнок. Она более семи баллов выигрывает у Юлии Тимошиной. И обращаем внимание, что на третьем месте, пока в этой предварительной турнирной таблице, представительница Острова Свободы, наши друзья из Кубы, Анесси Гарсия Навара. Ну что, я рад поприветствовать в эфире большого друга нашего телеканала, чемпиона Европы по прыжкам в воду и моего постоянного партнера по репортажам Олега Викулова. Добрый день, друзья, любители прыжков в воду. Приветствую, Андрей. И традиционно первый день соревнований у нас открывают девушки с 10-метровой вышки. Так сложилось, что первый старт соревнований всегда открывают девушки. И вот у нас второй прыжок. Выполнил и сейчас прыжок Алина Арефьева. Это второй раунд. Напомним, что финал у женщин на десятке состоит из пяти прыжков. И вот сейчас второй раунд открывает, открыла уже Алина Арефьева, представительница Пензе. Да, то есть всего у нас шесть классов. Девушки могут один прыжок не выполнять, в отличие от мужчин. Да, и Алина Арефьева свою вторую попытку исполнила три с половиной оборота вперед. Согнувшись, были допущены по марке. И Виктория Казанцева, самая юная участница этого финала. Друзья, вы только вздумайтесь. 2008 года рождения. Ну что, хороший прыжок. Да, классно, здорово. Виктория исполняет свою вторую попытку. Два с половиной оборота назад с полутора винтами. В замедленном повторе можно увидеть, как классно выполняет Виктория все фазы полета. И блестяще погашенный вход в воду. Оценки будут высокие. Да, классный прыжок. Из передней стойки два с половиной оборота назад с полутора винтами. Один из самых сложных прыжков в программе Виктория. Коэффициент трудности 3,2. И обратите внимание, классные оценки и отличная сумма за этот прыжок у Вики. 7,680. Но и хотелось бы заметить, что Виктория уже достаточно будет, являясь юниоркой, уже давно показывает высокий результат на взрослых соревнованиях. И на прошедшем кубке России, который прошел в Саратове, не так давно Виктория заняла третье место на вышке. Итак, Мария Бруинок. Тоже неплохой прыжок, но с погрешностями. Мария Бруинок была лидером у нас после первого раунда. Опережая с Юлией Тимашидной более чем на 7 баллов. Здесь выполнила прыжок с разбега из передней стойки три с половиной оборота вперед. Но вот в ход в ход не ставит Маша. Так в целом очень даже неплохо в начальных фазах. И вот казалось бы, кстати, все фазы полета были выполнены очень хорошо. Плотная складка, хорошая скорость вращения. И даже вовремя открылась Маша и готовилась ставить вход в воду. Но как будто в конце вылетел большой бурун из брызг. Поэтому, что сказалось, на оценку. Мария Бруинок утром стала шестой. Кстати говоря, сразу более чем 20 спортсменок выступали в предварительных соревнованиях в этом виде. А это уже Елизавета Концо, представительница Москвы. Тренируется у семейной пары Гальпериных. И выполнена прыжок она из передней стойки назад. Два с половиной оборота. Да, и стабильно, хорошо. Лиза уже давно себя зарекомендовала на российском, на европейском уровне. Как стабильный, уверенный прыгун. И на прошедшем не так давно Кубке России заняла второе место в прыжках с 10-метровой вышки у девушек. Алина Серова. Еще одна молодая спортсменка. Тоже из Москвы. Ну, кстати говоря, мы понимаем, что десятков женщин у нас в стране, это, конечно же, вотчина московских спортсменов. Постоянно в финалах очень много девочек из столицы нашей Родины. Да, представлена традиционно московская школа пашков-вода. Вот здесь в финале четыре девушки из восьми представляют московский регион. И Алина Серова. Рыжок со стойки на руках, да, два оборота назад согнувшись. Зафиксировала. Вот мы видим, хороший турбет был. Но позднее открытие, на самом деле, хорошая складка была. Хорошая скорость вращения. Ну, вот здесь, конечно, надо было раньше открываться и ставить подводу. В общем, много места было. Отметим, что несколько опытных спортсменок не смогли по итогам утренней сессии пробиться в финал. Мария Подъепольская из Москвы стала только десятой. А вот чемпионка страны Ульяна Манаенкова из Питера. Она одиннадцатая. И вот пока, пока вот в этом сезоне у Манаенкова не получается ничего. Да, была Ульяна не призером и чемпионатов в России. Но как-то вот сезон 2023-2024 совсем не получается Ульяны. Юрия Тимошинина, лидер в нашей вышке. Тоже прыжок со стойки на кистях. Только три оборота назад. В положении группировки. Мы посмотрим, как Юля справится. И молодец, как здорово Юля выполняет свою вторую попытку. Да, вот здесь отличный курбет. Плотная группировка. Открыть и идеально погашен ход в воду. Оценки 8-8,5. Коэффициент сложности 3,3. И сумма баллов должна быть достаточно высокой. Да, и 79-20. 142-20. Промежуточная сумма баллов после двух раундов у Юли. Хороший темп набрала московская спортсменка. Абсолютно точно сегодня, конечно, будет заруба здесь на десятке у женщин. И в том числе, потому что есть представительница Кубы. Тоже прыжок со стойки на руках. Так же, как и Серова. Здесь она, как Юлите машина, тот же самый прыжок в 3 оборота выполнена. Ну, как раз можно провести параллели и сравнить. Но, конечно, у Юли прыжок был выполнен почище, покачественнее, как так сказать. Ну, и более легкий такой, да, воздушный. Да, ну и вход в воду был чище, погашен. Но, в целом, после первого раунда, да и после второго прыжка, мы понимаем, что кубинская спортсменка будет составлять нашим девчонкам конкуренцию. Вот она сейчас идет на третьем промежуточном месте. И Екатерина Беляева. Многократный победитель чемпионатов страны Кубка России. Но после первого раунда Катя была на четвертом месте. Чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира. Синхронная прыжка. Виртуозно владеет всеми классами. И вот сейчас выполнит прыжок шестого класса со стойки на руках. Только уже винтовой группой. Здесь два оборота назад с полутора винтами. Да, и не получается у Кати. Хотя, на самом деле, передние входы – это ее. Хорошо она владеет передними входами. Лучше, чем задними. Но вот здесь, конечно, надо было делать прыжок, ставить. Для оценки 5.5.5 и 51.20. Но непривычно видеть Екатерину Беляеву после двух раундов на шестом месте. Вашему вниманию турнирная таблица после второго раунда пока впереди Тимошинина. Дамы и господа, вместе с чемпионом Европы по прыжкам в воду Олегом Викуловым мы продолжаем работу в эфире И вот как раз таки я думаю, что Олег переживает за Алину Арефьеву Все-таки из-за того города Высалины, из Пензы Пенза один из центров развития прыжков в воду в нашей стране И Алина третьим прыжком ставит пятый класс 3.2, как все трудности прыжка, она сейчас выполнит самый сложный прыжок в программе Алины На задней стойке она будет крутить назад два с половиной оборота, еще полтора винта Да, два с половиной оборота назад с полторы винтами Хотелось бы сказать про Алину пару слов Достаточно хорошо, она выступала на европейском уровне и на российском Среди юниоров, но вот как-то взрослая спортивная карьера Не очень складывается у Алины, но вот постоянная финалистка российских, всероссийских соревнований Кубков России Да, свои дежурные пятерки получает Алина Арефьевна Напомню, она из Пензы, тренируется у Татьяны Лукаш и у Александра Борисова Мы уже говорили, что в последнее время, к сожалению, пензенские прыгуны в воду больших наград не получают на внутренней арене Ну, небольшой такой провал, скажем, по результатам именно в этом регионе, но, надеюсь, временный Виктория Казанцева, электросталь, Московская область Из задней стойки три с половиной оборота вперед Тоже сложный прыжок, три и два коэффициента трудности Да, и допускает серьезную ошибку Виктория Здесь вот, как мне показалось, опять же, хорошее начало, хороший верх Здесь амплитуда Высоко выкручивает Виктория свои прыжки в три с половиной оборота Но нет вертикали, поздно открывается, голова на груди И вследствие чего сильный переход при входе в воду И вот мы видим оценку 4-4,5 балла И сразу 41,60 за третью попытку Да, но чуть-чуть чувствуется, опыта ей не хватает А так, в целом, мне кажется, очень перспективная спортсменка Прыгучая, резкая, чисто визуальная картинка Очень красивая, на самом деле Итак, внимание, Мария Бруинок Для нее бассейн в Екатеринбурге счастливый Она прошлым летом выгнала здесь универсиаду Была на высшей ступени перестала почета Представительница в северной столице Выполняет прыжок, концентрунности 3,2 Из задней стойки три с половиной оборота вперед И здесь тоже Мария допускает ошибки при входе в воду Сильный переход Чуть-чуть всплеска сбрызгал На оценке примерно такие же мы видим, как у Виктории Казанцевой Андрей, хотелось еще сказать, конечно, пару слов Про это уникальное сооружение спортивное Которое просто является подарком для города Екатеринбург Для спорта Екатеринбургского Прекрасный комплекс, очень красивый Назад надо гасить, значит, не падать, не вкорчивать Дмитрий Михайлович Доброспок Призер Олимпийских игр Чемпион мира Да, в паре с Глебом Гальпериным Много-много-много прыгал Дмитрий Но вот сейчас один из ведущих наставников нашей страны И президент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Как всегда, спокоен, уверен, посмотрим Я думаю, это спокойствие передастся и его ученице Концо! Лиза Концо из Москвы Пока отстает от Тимошининой и Бруенок Да, вот здесь тоже у Лизы не совсем получается Третий прыжок У Лизы не самая сложная, конечно, программа Не владеет она прыжками в три с половиной оборота Вперед и задней стойке назад Но вот здесь, конечно, надо было постабильнее прыгать Исполняться попытки, чтобы бороться за самые высокие места В очень неплохой форме находилась Лиза Концо в феврале Во время кука страны, который прошел в Саратове Но вот здесь пока-пока стабильности и легких прыжков от Лизы мы не видим Алина Серова Ее третий прыжок Прыжок второго класса Когда из задней стойки крутят назад Слепой вход Очень сложные прыжки второго класса Ну, не все прогоны, да, владеют прыжками задними С задними вращениями Здесь еще и положение согнувшись Ну, Алина получается Попытка без блеска Не было хорошо погашенного входа в воду Но прыжок, в принципе, был вертикальный Судьи должны оценить 6-6,5 баллов Ну, и это один из лучших прыжков для Алины сегодня Алина представляет Москву Еще раз скажу, тренируется у Нильчиновой 55 баллов получает за этот прыжок Алина И рядышком с тройкой призера Внимание, наш лидер после двух раундов Юлия Тимошинина Красивые синие ногти Цвет напульсника Но мы знаем, что Юлия любит красоту И выполняет сейчас московская спортсменка Прыжок тоже второго класса Тоже вращение назад Но не 2,5 оборота, как у Алины А 3,5 оборота и в группировке И молодец Юля В какой хорошей форме находится На самом деле Достаточно много Перед данными стартами я наблюдал Смотрел тренировочный процесс Как Юля тренировалась Но здесь вот прям радует глаз На самом деле задние сложные прыжки Молодец, Юля И мы говорили о том, что для Юлии Это уже второй сезон Обращали мое внимание и в прошлом году Разговаривая с Юлей, что у нее появилась стабильность в прыжках Да, вот, то есть больших погрешностей Каких-то провалов Во время финалов у нее сейчас нет Стабильность А это залог мастерства Представительца Кубы Энисль Гарсье Она после второго раунда на третьем месте Из задней стоки Три с половиной оборота Вперед в группировке Ну да, такая атлетичная спортсменка Но не получается хорошо Погасить вход в воду Вот здесь По антропометрии Она больше напоминает тромпленистка Как будто тромпленистка Да, такие бедра Мышечный корсет Такой хороший, мощный Ну, кстати говоря, дамы и господа К сожалению, не выступает сейчас На этих соревнованиях Чемпионка Европы Анна Кононыхина В ходе случая Анне хочется пожелать здоровья Сейчас прям в прямом эфире Мы ждем возвращения Анны Она пропустила индивидуальный запрыг И на Кубке России Месяц назад в Саратове Вроде бы говорили, что должна восстановиться К Кубку евроазиатских стран Но не вышло Не вышло, она продолжает работать И восстанавливаться Да, преследуют они череда травм Но огромного здоровья Скорейшего восстановления Это Екатерина Беляева Лидер утренней сессии Но пока Катя лишь только шестая После двух раундов Но этот прыжок выполняют Вот прям на своем хорошем уровне Из передней стойки вращение назад Два с половиной оборота Легкий прыжок Эффициент трудности 2,8 Но выполнен он довольно-таки чисто Но я хотел бы заметить, что Катя Испытывает определенные сложности С третьим и вторым классом То есть заднее вращение Но здесь огромная молодежь С оценкой 8, 8 баллов Очень уверенно хорошо Я думаю, что Катя в борьбе Возвращается в борьбу чемпионка Европы Смотрим турнирную таблицу Здесь Тимошинина первая Бруюнок на втором месте То есть позиционных изменений у нас в первой тройке нет И Беляева подтягивается к тройке лидеров Уже проигрывая кубинке 15 баллов Вообще красивый бассейн здесь в Екатеринбурге Я так часто говорю в наших репортажах Мне кажется, что плавание, водные полы, прыжки в воду Они как будто созданы, чтобы их показывали по телевидению Голубая лазурная вода, красота Глян, у нас еще такой комплекс масштабный То есть большой С высокими потолками, большие пространства Очень хороший, кстати, здесь зал сухой физической подготовки Хороший прыжок от Алины Арефьевой Прыжок четвертого класса С передней стуки вращения назад, два с половиной оборота В целом это один из лучших прыжков для Алины сегодня Да, оценки 6, 6,5 Не ставит, конечно, так вход в воду в последний момент в брызге Но это и не подкупает судья Когда вроде бы и прыжок неплохой И все фазы полета соблюдены И вход вертикальный Но вот с плеской сбрызг нет погашенного входа в воду 6 баллов, 6,5 и не более Еще раз, друзья Те, кто, может быть, первый раз смотрят прыжки в воду Самое главное в прыжках в воду Это четкий погашенный вход в воду без брызг Виктория Казанцева И мне кажется, вот эта девочка Она в 2008 году самая гимная в этом финале Владеет хорошим погашенным входом в воду По крайней мере, в первых двух прыжках мы это видели Сглазили, да Андрей, как раз вот хотел Тут чуть-то небольшой ремарк уставить Что я вот, честно говоря, первый раз вижу Те, с половиной сальто назад В исполнение Виктории Мне кажется, не так давно она владела этим прыжком Не так давно она его начала ставить в программу Ну да, вот здесь вот Очень грубые ошибки, раннее открытие Скорость вращения была невысокая Да, есть оценки Невысокие 23-10 Да, перехвалили мы Вику Конечно же, беру всю ответственность на себя Но в любом случае, это опыт Опыта надо набираться Опыта набирают спортсмены Только на соревнованиях Итак, Мария Бруинок Санкт-Петербург Принял к экранам Четвертый прыжок Из задней Стойки два с половиной оборота назад Не без ошибок Вот мы видим реакцию тренера Дмитрия Дуброскока Был небольшой переход при входе в воду Но судьи должны нормально оценить Попытку Маши Оценки будут шесть Посмотрите, какая хореография У Маши Хочется сказать, что с точки зрения Я не ошибаюсь Мария пришла в прыжки в воду из спортивной гимнастики Да, да, совершенно верно Она пришла в прыжки в воду из спортивной гимнастики Поэтому с акробатикой, с хореографией Все четко, ножки натянуты Редко увидишь Машу улыбающейся во время соревнований Но вот здесь улыбнулась довольно, наверное Главное стабильно пройти всю программу Впереди еще один прыжок Нельзя расслабляться Елизавета Консоль Со стойки на руках Два обороты назад и полтора винта Москва Не ошибается тоже Все эти четвертые попытки Да, сегодня, сегодня не пошли дела В финале у Елизаветы Консоль К сожалению, да Мы видим раз за разом погрешности Причем большие Если месяц назад на Кубке России Елизавета просто выполнила великолепно всю программу Ну здесь, на самом деле, можно было бы спасать прыжок Ставить в ход в воду Вот бет, винты И вот здесь подняла Лиза плечи при входе в воду И получился большой недоход Центр 6, 6 баллов 57-60 За четвертую попытку набирает Елизавета Итак, внимание, Екатерина Беляева Лидер утренней сессии Чуть позже будет выступать Через несколько минут А пока Алина Серова Еще одна столичная вышечница И с передней стойки два с половиной оборота назад Один из самых простых прыжков в своей программе С передней стойки два с половиной сальто С вращением назад И хороший прыжок, на самом деле Да, вполне Если были, может быть, небольшие погрешности Вот здесь, в первых фазах Мы видим Носочки не вытянуты Как сапоги, как говорят, да? Пригнули в воду То в ход в целом поставлен Сегодня Хотел бы отметить Буквально Еще вчера Алина прыгала на первенство города Москвы Это творческое соревнование Москва спортсменов На первенство России И уже сегодня Она выступает на дистинутровой вышке На третьем пункте Евразийских стран Буквально вчера в Москве соревнование Сегодня уже Екатеринбург Итак, Юля Тимашинина После трех раундов Юля выигрывает Почти 30 баллов При ближайшей Преследовательнице Марии Бруинок Четвертый прыжок Из задней стойки 3,5 оборота вперед В конце трудности прыжка 3,2 Молодец, какая Юля Четвертый класс Такой неудобный, можно сказать Достаточно часто она ошибается В этом прыжке Здесь молодец Но очень сильная спортсменка Превосходно сейчас выступает Юлия Тимашинина Резко, красиво Да, вход в воду Может быть не совсем Был поставлен Поэтому восьмерок Мы здесь не увидели Но все остальные Фазы прыжка Просто великолепны Красивые ногти Юлия Тимашинина Сегодня Хорошее настроение Что самое главное Итак, представительница Кубы Гарсия Наваро Напомнит международный турнир И здесь, в Летербург Приехали участницы из семи стран Как тяжело себя запускает Да, вот в этот полет Вот вроде бы как-то И отталкивание неплохое Но потом Динамика Скорость вращения Небыстрая Вот здесь открытие Но все равно вертикали Судьи в шесть баллов оценивают И опять она будет сейчас В топе трех После четвертого раунда Молодец, Кубинка Может быть не самый такой Эффектный прыжок Но опять-таки Брызги забирает с собой Это ценится Гарсия шла на третьем месте А вот на четвертом Как раз-таки Екатерина Беляева Сейчас мы выступление Кати Увидим И вот Катя проигрывала Гарсии Пятнадцать баллов Ну на самом деле Для двух раундов прыжков у девушек Это не критическая Большая сумма Тем более у Кати остались Бинтовая Бинтовой прыжок И прыжок четвертого класса Ну что, хорошо! Сейчас у нас, скорее всего, будет Новый спортсмен на третьем месте Беляева должна сейчас опередить Гарсию Классный прыжок! Посмотрим, как судья расщедрится Но восьмерки Восьмерки должны быть Коэффициент трудности этого прыжка Три и два Ну, под восемьдесят Где-то семьдесят Восемь должно набрать Да, и на третье место Вырывается у нас Екатерина Беляева Ну что, борьба обостряется у нас За призовую тройку Понятно, далеко уже Убежала в турнирной таблице Юлия Тимошинина Но дальше Гарсия, Беляева и Бруинок В области Николая Петровича Алмамина Возвращаемся в эфир вместе с чемпионом Европы по прыжкам в воду С Олегом Бекуловым И у нас продолжаются разборки На вышке Десять метров Это олимпийский снаряд Выступают женщины Разыгрывается первый комплект медалей На третьем Кубке евразийских стран И очень интересная у нас Борьба В первую очередь За призовые места За второе и за третье место Да, скорее всего Должна выиграть Юлия Тимошинина Но это только должна В женских прыжках в воду Может быть все, что угодно Пока Тимошинина в лидерах На втором месте Гарсия Кубинка На третьем Беляева И на четвертом Бруюнок Почти 30 баллов Тимошинина выигрывает у ближайшей конкурентки У Кубинки Гарсия У Гарсии 251 балл Дальше 250 у Беляевой И у Бруюнок 245 То есть может быть все, что угодно Интереснейшая борьба Нас ждет в пятом раунде Но Юля, понятное дело Там все раунды прошла Там хороший отрыв А вот Катя Беляева Маша Бруюнок Я думаю, что Есть все шансы побороться За серебряную бронзовую медаль Спортсменка из Кубы Мы все говорим спасибо Алине Арефьевой На своем среднем уровне Выполнила все прыжки Представительницы Пензы Еще раз скажем, что При переходе С юниорской В возраст Уже статус взрослых спортсменок Алина, к сожалению, потеряла В результатах Если на юниорском уровне Она и победительница И первенства Европы становилась То вот здесь на взрослом Пока не может на равных Соперничать с нашими топами Бруюнок, Тимошининый Концо, Беляевой Ну посмотрим Опыт делал наживное Виктория Казанцева Прыжок со стойки на руках Два оборота Прошлый прыжок Второго класса Она завалила Да, мы здесь совсем простите Прыжок Два оборота вперед Со стойки на руках Согнившись Но я думаю, что Они с своим тренером В перспективе работают Над более сложным прыжком Конкурировать на серьезном уровне С такой программой Тяжеловато будет 2.4, как те трудности Этого прыжка И, конечно же, с опытом Я думаю, Виктория Также ее Наставница Литвинова Будут программу усложнять Напомню, из электростали Виктория Казанцева И, внимание, Мария Бруюнок Мария пока проигрывает Беляевой в борьбе за Медаль этого турнира 5 баллов И выполнит прыжок Пятого класса Винтовой прыжок 2,5 оборота назад С полупрагментами 3,2 оборота Ну, молодец, Маша Хорошие винты Владеет Вот пятым классом Винтовой Мария Бруюнок И, в целом, неплохо выполнила прыжок Не хватило чуть-чуть концовки Чуть-чуть бы Почище Погашенный ход в воду И оценки На балл Были бы Выше однозначно Маша довольна Ну, в принципе, все свои пять раундов Прошла уверенно Очень достойно Беля с Машей Все правильно Сказал Дмитрий Доброскок Ну что Поздравляем Марию Бруюнок Без Елизавета Концой С задней стойки Два с половиной оборота Назад с полупрагментами Точно такой же прыжок Какой у Бруюнок Бруюнок был Минутой ранее Ну, тяжело Тяжело Выступает Концой Ну да, во всех раундах Тяжеловато Прям нет легкости Присущей Лизе Какие-то мелкие Небольшие Помарки Здесь даже Да Вот здесь большая Помарка Да, не хватает Чуть-чуть не хватает Расстроен Елизавета Концой Даже 300 баллов в сумме Не набралось Ну что Надо перезагрузиться И уже готовиться К синхронным прыжкам Которые тоже здесь будут Концо Тренируется У Гальперина И Алина Серова Молодая спортсменка Из Москвы Воспитанница Немчиновый Точно такой же прыжок У нас Выполнен Получается у нас Сразу Бруюнок Концо Серова и Тимошина Друг за другом Выполняют Вот этот прыжок Винтовой Легко сравнивать Да? Ну что Мне Кстати У Концо Даже больше понравился Прыжок У Серовой Больше понравился Этот прыжок Чем у Концо Здесь тоже тяжеловатый Скотт в воду И у Покажки Но Вертикаль Была Больше Поставлена Поэтому Наверное Шестерки Здесь будут Машин балл Юлия Тимошина Достаточно стабильно Прошла все свои 5 раундов Ну скажем так На своем Твердом Уверенном уровне Итак друзья Юлия Тимошинина Наш лидер 30 баллов Преимущество Над ближайшей Конкуренткой На втором месте Пока Кубинка Надо просто Выполнить прыжок На своем уровне И тогда Это будет Чемпионский прыжок От Юлия Тимошина Да и возможно Мы увидим Здесь Гроссмейстерскую сумму Балов Там По 350 На сумму Да и вот опять Хотелось бы сказать Классно Но вот в последний момент Допускает ошибка Ошибка Юлия При входе в воду Расслабляет Спину На мой взгляд За это Вот Мы видим сейчас Переходы Всплеска Сбунти И соответственно Оценка 6,5 баллов А могла бы Получать 7,5-8 Сумма 342 балла Почти 343 Выполнен Лучший этот прыжок И была бы Такая хорошая Гроссмейстерская сумма Уже 360 Это Мировая Высокая сумма Итак Гарсия Кубинка Она пока На втором месте Но у нее прыжок В конце трудностей На 2 десятых Меньше чем У Беляевой И Бруинок И опять стабильно Гарсия Стабильно Уверенно Без блеска Тяжело Да Крутится Но Вход-то ставят А это самое главное Без какой-то Женской грации Но 7,6,5 баллов И сумма будет За 60 Как она это делает Посмотрите Тоже Все натянуто Красиво Довольно Гарсия Она на втором месте По-прежнему Сохраняет за собой Вторую строчку Пока Гарсия И внимание Екатерина Беляева Она 6 баллов Выигрывала В борьбе за бронзу У Марии Бруинок Да и прыжок 4 класса 3,5 оборота Вперед Из задней стойки В группировке Знаю я Что Катя Владеет этим прыжком Надо собраться Сделать свой Хороший прыжок И молодец Катя справляется Чуть-чуть Была небольшая Помарочка При входе в воду Небольшой был переход Но Хорошо погашен И Судьи Достаточно высоко Должны оценить Попытку Катя Да Екатерина Беляева В итоге Вторая Подтянулась На турниры Таблицы После Стартовых Неудачных прыжков Обращаю внимание Красивые Длинные Ногти Катя Которые Не мешают Ей Прыгать На первом месте Юлия Тимошинина 20 баллов Ей проиграла Екатерина Беляева И Гости Из Кубы Гарсия В итоге С бронзой И увы И